Готовим гипс. У нас пациент перелом лучевой кости. Сейчас будем накладывать. Бережно и внимательно так Надежда Смирнова относится ко всем своим пациентам. Медсестрой она работает без малого вот уже полвека. Не мучаем, кушаем мармелад, хаш, холодец, руку не опускаем. Говорит, к работе старается подходить не только ответственно, но и творчески. Например, в детском отделении предложила расписать стены яркими рисунками. Это один из методов, который не только успокаивает юных пациентов, но и позволяет определить правильность лечения. Например, при переломах и вывихах. Мы говорим, подними руку и покажи нам розовый цвет. И он когда поднимает, показывает или домик, или елочку, то значит, все сделано правильно. И мы отпускаем пациента. По словам Надежды Ивановны, именно желание помогать людям подтолкнуло ее принять участие в проекте «Химке интересно жить». На мастер-классах она рассказывала химчанам о правилах здорового образа жизни. Во время пандемии, когда мастер-классы перешли в сетевой формат, а в городе начало работу добровольческое движение, Надежда Ивановна проводила инструктажи для добровольцев. Мы должны идти дальше, не останавливаться. Только вместе можно добиться результата. Мы начинаем путь переменам. За активную жизненную позицию и желание помогать химчанам менять облик родного города, Надежда Ивановна была избрана лидером движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Химке интересно жить». Как лидер движения, Надежда Смирнова о переменах знает не понаслышке. Вместе с коллегами по движению ее приглашают на собрание трудовых коллективов городских предприятий, где химчане выступают с предложениями по улучшению родного города. Одна из таких встреч была с работниками завода имени Лавочкина. Просили, чтобы обратили внимание на поликлинику номер 2, на ремонт. И вы знаете, отрадно, что глава городского округа услышал нас. Уже начался косметический, а в дальнейшем будет и капитальный ремонт. Ремонт молодежного центра «Луч», оборудование дворовой территории у школы номер 25, установка парковочных столбиков. Об этих и других инициативах говорили химчане. Мы собираем инициативы жителей на сайте «ХИШ-онлайн», где мы просим всех проголосовать за самый значимый проект городского округа «Химке». Только вместе и сообща, уверена Надежда Смирнова, можно сделать жизнь в городе комфортнее. И зависит это от каждого из нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!